Друзья, приветствую вас на канале GMA Detailing. Третья часть проверки мойки Blackstar на качестве. В первом видео, как вы помните, мы приехали, меня никто не знает. Я приехал на автомобиль Mercedes GLK. Нам его помыли и помыли отвратительно. Вы помните, что остались закладки в дверях и прочие моменты. Ну, сейчас вставочку мы, естественно, посмотрим. А что, мусор не достают они, что ли? За тысячу с чем-то. Мусор весь оставили, хотя вот это, ну, это ж ниша для мусора-то, по сути. Сюда можно было спросить, как бы. Стоп. Пацаны, полторашечка. За полторашечку даже вот эту не... Соответственно, я вот это могу даже не открывать, не смотреть. Правильно? То есть, не было бы там бумажки, ее бы даже никто не открывал, не протирал. Второй раз, как наверняка вы помните, я приехал на Porsche 911 и M2 BMW Ильи Тарантуза. Значит, мы с Илюхой приехали. Второй раз меня узнали, сказали, а, мы помним, ты снимал про нас видео. И, соответственно, мою машину мыло 5 человек, а Ильи машину мыло 2. Соответственно, было, естественно, повышенное внимание. И ребята помыли действительно хорошо. Хорошо помыли диски, хорошо помыли кузов. И тут я подумал, блин, а действительно ли они исправились? Ведь объективно сравнение было некорректным. Многие начали писать хейт в комментах, Макс продался, тебя нагнули, Blackstar тебя запрессовал и прочие моменты. Откровенно говорю, третья часть, для чего она сделана? Многие не знали, что это такой серийник, так сказать. В этом видео я хочу либо подтвердить, либо опровергнуть тот факт, что в Москве царит, знаете, такая атмосфера легкого наеба вас как клиента. Объясню, что это такое. Когда вы приезжаете, вы известный человек, вы, допустим, какой-то блогер с миллионной аудиторией. Вы приезжаете, вам моют тачку на Blackstar и делают все максимально хорошо. Вы приходите, говорите, ребята, круто, кайф, приезжайте все на Blackstar, реально крутая мойка, все четко. Потом вы смотрите, думаете, блин, на туре крутая мойка, наверное, поеду на Blackstar, помоюсь. То есть приезжайте как подписчик, а там вам просто не дают и десятые доли качества, которые давали другому человеку. Потому что другой человек, он известный медийный, ему надо постараться, а вам стараться не нужно. И я хочу либо подтвердить этот миф, либо опровергнуть. Прямо сейчас останови видео, останови видео, поставь лайк, если считаешь, что помоет хорошо, и поставь дизлайк, если считаешь, что помоет плохо. Прямо сейчас, сделай это, сделай. Я прямо жду, давай, подождем. Сейчас у нас на мойку мы отправим максимально стандартный среднестатистический автомобиль. Это Nissan Tiana, значит, вот такая вот черного цвета, запомнили все номера, правильно, запомнили номера. И, значит, что у нас по состоянию? Автомобиль у нас, естественно, грязный. Я не смогу пригнать автомобиль на мойку. На мойку его отвезет Стас, ученик Солнечногорска, с которым вы могли наблюдать видео. Давайте посмотрим по салону. Мы немножко специально намусорили. Здесь у нас банки валяются, бумаги, мусор. Значит, мы будем делать комплексную мойку. Хочу, чтобы посмотреть, как вообще помоется багажник. Это все нужно будет выкинуть. Далее, далее. Кузов у нас уже здесь изрядно грязный, поэтому пачкать его не нужно. Арки здесь, смотрите, до мойки, арки до мойки. Видите, песок прям сыпется. То есть здесь, смотрите, ну, арки очень грязные на самом деле. Машина детейлера, так сказать. По салону, по салону. Салон у нас тоже не чистый. Имеются здесь бутылки. Здесь у нас имеется мусор. Хочу сделать свои фирменные закладки. Запачкать, естественно, зеркала. Так, здесь у нас просто мусор. Здесь супер каких-то закладок прямо делать не будем. Я хочу задние стекла полапать, передние. Это будет видно треугольнички. Здесь у нас также мусор. Смотрите, здесь у нас по стаканниках кофе. Здесь у нас салфетки всякие. Здесь банки, здесь банки. Мусор. Это все прям так оставляем. Посмотрим, насколько качественно у нас помоют салон. Твоя задача заказать, значит, комплексную мойку. Скажи, ребят, мне надо хорошо помыть кузов-салон и багажник. Помойте мне хорошо машину. Химчистить кузов не надо. Просто хорошо ее помойте и все. Я думаю, мы сделаем так. Мы сделаем так. Тебе, когда ее помоют, мы спустимся прямо туда, на паркинг, где мы делали в прошлый раз обзор тачки. Зайдем туда и прямо на паркинге сразу все посмотрим. Потому что здесь на улице уже будет темно. Ну что ж, отправляемся на Blackstar мойку. Под съемой, естественно. Мы никакого не получим. Мы просто сразу сейчас увидим конечный результат. 3000 рублей обошлась мойка у нас в Blackstar. Вот здесь указано. Значит, Стасон заехал и сказал, ребят, тачку нужно подготовить на свадьбу. Завтра поеду, нужно все намыть, начистить. Они ему предложили. Они тебе что предложили? Помыть? Детейлинг комплекс. Почистить кожу и сделать все. Помните, что было в багажнике? Причем акцентировали на это внимание. В багажнике, ребят. Ну вот он, срач весь как был. Детейлинг комплекс 3000. Здравствуйте, до свидания. Все естественно на местах. Ну, багажник, естественно, никто у нас не помыл. Смотрите. А, банки. Причем, смотрите, фишка в чем. Багажник они открыли, вытащили банки. И все остальное так и бросили внутри. Непонятно. Ну, здесь какая-то вот, все то, что у нас было здесь разлитое, сладкое, липкое. Вот оно все так же здесь и осталось. Ну, петли мы не берем. Они все в масле и так. Как бы объективно. Резину, конечно же, намазали всю, полностью, целиком. Посмотрим на качество мойк арок. Качество мойки арки стало чуть-чуть лучше. Но вот это все, вот эта вся грязь, вот эта вся грязь, которая просто элементарная, ребят. Это просто надо взять и рукой пошерудить там, просто потереть. Это элементарная вещь. Это не требует каких-то, блядь, супернавыков. Извините, вы когда берете 3 рубля, я думаю, это должно как минимум соответствовать. Дальше идем. Вот куда мне тебе руку эту? Объясните, вот куда? Куда? Вот куда мне теперь мыть руку? Ладно, дальше, пойдемте. Пойдем дальше. Диски. Диски. Чистые пальцы. Засовываем в диск. Протираем. Диски внутри все грязные, опять-таки. Диски полностью внутри. Смотри, никто, естественно, не помыл. Арка здесь то же самое. Все грязное у нас. Арки у нас грязные все. Воздуховоды, посмотрите, все в пыли. Я вот так вот пальцем поделаю. Видно, да? Воздуховод вот, даже на мизинце, смотрите, у меня грязь. Воздуховод в пыли. Здесь воздуховод тоже в пыли. Прям воздуховоды полные пыли, полные грязи. Далее, коврики. Коврики хотя бы сухие. Это уже радует. Здесь по салону, блин, очень тяжело оценить. О, помните, зеркальце. Зеркальце. В прошлый раз, помните, на Blackstar даже ее не открывали. Смотрим, что сегодня. Раз, два, три. Вау, круто. В этот раз они уже протирают зеркальца. Но треугольник задний они также по-прежнему не вытирают. Здесь вот это все у нас в каких-то, видно, протертое, но все в каких-то разводах. Тачка, естественно, течет у нас. Смотрите, ребят, объективно, давайте объективную оценку. За три тысячи рублей, ну, человек был бы не против, да, заплатить объективно три тысячи рублей. Вопрос качества, которое он получит. Извините, за три тысячи рублей я считаю, что мойка, как вы считаете, но я думаю, что она должна выглядеть гораздо лучше в этом формате. По той причине, что, ну, диски внутри все грязные. Арки грязные у нас, опять-таки. Стекла, стекло то не дотерли с двух сторон. Здесь стекла сделали, здесь стекло. Причем самое забавное, это зеркальце протерто, а это зеркальце, смотрите. Оно, ну, потерто, но так быстренько кто-то что-то потер, протер и все. И, в принципе, это все оставили. Здесь у нас рулевую колонку, если мы там опустим, посмотрим. Блин, тяжело на самом деле судить, но вот здесь, в подстаканниках, как была пыль, так там и лежит. Это можно будет посмотреть. Здесь, здесь кофе, кстати, не выкинули, он стоит. Но здесь, вот как разливали кофе, так сладкие следы эти все пооставались. Кнопочки. Ну, я скажу так. Эта мойка стоит в Ростове подобного формата. Сколько? 500 максимум. Это вот реально потолок Blackstar, это мойка за пятихатку. И я сейчас убедился в том, что если вы не медийный человек, вспомните диски на Porsche. А? Как были диски на Porsche помыты? Они были вымыты в идеал полностью. Их вымыли прям со всех сторон. Здесь просто берем опять два пальца, залазим в диск. Смотрите, сухая грязь. Просто, ну, диск весь в говне опять, ребят. Ну, вот как? Просто объясните мне, почему? Когда человек приезжает, которого знают, ему автомобиль моет отлично. Почему, когда приезжает обычный человек, ему моют как к говну относятся? Я просто не понимаю этого отношения. То есть вы либо делаете нормально, либо не делаете вообще. Ребят, посмотрите сюда. Ну, вот просто, если мы говорим за мойку, за три тысячи рублей. Ну, я как минимум считаю, что вот, я как минимум за три тысячи считаю, что заднюю полку, вот это можно было бы тоже попротирать. Здесь, вот смотрите, мухи какие-то лежат вообще. Просто вот она валяется здесь вся эта грязь. Она как леда. Ну, просто вот так тиранули и пойдет. Вот, причем, опять-таки, самое удивительное, что машина как-то сделана 50 на 50. Потому что, с одной стороны, зеркало, зеркальце вроде бы вытерли, с другой стороны, его никто не вытер. Арки вроде помыты, но по факту вот здесь грязь. Диски 100% вообще не вымыты. Вымыта чисто визуалка. Ну, стекло вон в разводах. На самом деле, я сказал так, за три тысячи рублей в Ростове меня бы так насадили за вот такую мойку, если бы увидели такое качество. И после Blackstar, кстати, очень много людей приезжало к нам и проверяло арки, диски. Так я рад, ребят, что вы можете приехать и увидеть действительно хорошее качество. Потому что здесь, я сейчас думаю, мы все-таки поедем в Blackstar, заедем к ним, попросим их прокомментировать данную ситуацию. Вышел такой бородатый парень. И так, снимать только с разрешения руководства. Ну, как бы с разрешения руководства, с разрешения руководства. Мы сейчас находимся не на территории Blackstar паркинга, но вы слышали, да, в принципе, разговор. Ой, а кто так мог такую машину отдать? Сейчас, ребята, сейчас, сейчас, сейчас мы переделаем. Камеры увидели. Сейчас, 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 все, 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 все. Мы все уберем. Поэтому, ну, как бы, вот вам и Blackstar, собственно говоря, весь. Если вы известный человек, конечно же, вам сделать все круто и отлично. Одна делалась? Одна делалась. И со пластиковым. Вот. Если же вы парень с камеры, вас кто-то знает, конечно, вам сделают хорошо. Если вас никто не знает, вы просто идете нахер, понимаете? И получаете вот такое посредственное качество. А, кстати, да, в прошлый раз, когда мы приехали на 911, там можно было снимать уже с камерой? Можно было, конечно. Заходите, ребята, снимайте, фоткайте. С профессиональными камерами можно. Вот. А сейчас все, уже ничего нельзя. Но это и понятно, ребят. На самом деле, в этом видео я хотел вам показать вот эту двуличность, так сказать, Москвы в моем понимании. Чем мне вот нравится бизнес в регионах? Тем, что в Москве, в Ростове ты сделал хорошо? Или ты сделал плохо? Сделал плохо. Весь Ростов знает, что ты сделал плохо, знаешь. В... Администрация, обращайтесь в гостинице. А на телефон я могу снимать? Разрешение на телефон я могу снимать? Почему я не могу снимать на телефон? По закону имеем право. По закону разнимайся, по закону. Пиши. Арка сухая. Передняя грязная. Дивки ужасные. Просто смысл в том, что объясню... Но мне немножко непонятны отношения в таком формате, что почему я когда приезжаю на 911 здесь мою его, мне моют ехуенно, мне делают красиво, потому что я приезжаю и снимаю картинку, да? Мне делают ехуенно. Ну, делать так все, чек-то... Ну, это к нему вопрос. Кому? Сергей Коваленко. То есть, если нам отпишутся, то есть, управляющийся нам отпишут и скажут, что вот такая-то машина заедет и будут снимать... Не, правда, знаешь, в чем прикол? Я тебе расскажу. Я понял. Ты уже понял, да? В чем прикол? В чем прикол, что я приезжаю на 911, я снимаю все, ребята, круто, все четко. Сейчас мы заезжаем на другой тачке и получаем вот такое, понимаешь? Вот в этом прикол. Да даже арку не берет. Диск. Причем, да, он по технологии должен не уйдет. Полностью, черт. Нет, у вас же есть люди, вот смотри, объективно, у вас же есть люди, кто отвечает за контроль качества, когда выдается автомобиль, правильно? А кто отвечает за контроль качества? Должны мы. Косяк наш. Здесь косяк стопроцентный. Сейчас попробуем, получится ли у нас вернуть вам деньги. Просто как бы мой туда-насчет. Вы представляете, как нам обидно, то, что приехали первый раз, да, и у вас... Я не первый раз здесь. Я тебе расскажу, немножко предысторию расскажу в целом. Может, у меня вот напарник, напарник в курсе твоей истории. Рассказывай. Первый раз мы приезжаем на Blackstar, на GLK, Mercedes. Если просто приехали, как бы сейчас получше уже моют, ребята, объективно, чем было в то. Помыли на стопах, что ты себе не можешь просто представить, насколько было охуенно. Второй раз, когда я приезжал сюда на мойку, я приехал на 911, мне его вылизали весь, потому что меня узнали. А, да, я помню, парень, ты приезжал. И мою машину мыли пять человек. Сейчас приезжает человек, которого никто не знает, и ему моют точно так же, как мне в первый раз. Из этого я могу делать неудачь, но просто это дело такое, что получается, если тебя знают, тебя делают хорошо. Если ты медийный человек, который может сказать, хорошо, тебя делают хорошо. Объективно, когда приезжает просто человек, вот, просто человек, да, я обыватель, меня никто не знает, я приехал, я получаю вот такое качество. Но когда я сюда приехал, все сделали так, чтобы прям показать мне, вау, вот эту картинку, что мы, да, действительно, мы там начали делать круто, начали исправлять. Во-первых, ну, в том формате, как она помыта, она не помыта, да, на эту сумму машина, ну, объективно, если так рассуждать. Она полностью, эта мойка лица только не стоит. И ты же понимаешь, насколько это может криво выглядеть, если, например, мы четвертый раз просто случайно заедем, на вот такой же машине и получим то же самое. Но это прям уже все. Это будет вот финал финалов, вот просто, объективно. Пожалуйста, еще, когда я второй раз приехал, моего друга на машину мыли два человека, мою машину мыло пять человек и два администратора. Здесь еще паренек был другой с этого, с... А ты был в тот раз, да, или ты в первый раз был? Я первый был в дороге. Что? Ну, я первый... Соскочил, какая смена сдали, сибаса домой. А во второй уже я бы туда отбор мыл и бэку. Вот, знаешь, фишка в чем? Вот Porsche помыли, аху... А сейчас третий раз мы приехали, обычный человек, которого никто не знает, ему моют. Что, что он вас там узнал? А? Я просто, я был занят, и я вас от всех знаю, блин, он-то не узнал. Нет, да дело вот в том-то и тема, понимаешь? Я ж... Вот, я же не хочу вот, чтобы... Фишка в чем? Мы, мы ребята простые, знаешь, Ростова. Я имею в виду про то, что у нас, знаешь, такой город, у нас полтора миллиона человек, все друг друга знают, если ты сделаешь, все будут знать, что ты сделаешь. Мне просто видишь, в тот момент, тоже ты говоришь, что он там, он тебе, вот, я вас узнал, поэтому сделай хорошо. Да нет, я узнал, для них взял хорошую. Попытки, все, у нас есть еще как минимум две попытки. Будем стараться. Ну, посмотрим, посмотрим. Короче, запомните. А что запомните? Следующий раз, все еще раз приедет другой, тут запоминай, не запоминай, как бы, ладно, мы поехали. А, можно так снаружи постоять, как помыли, просто для себя чисто, нам просто интересно. Ну, арки. Здесь, конечно, волосы, волосы, для иногда хуй отбоны, и все. Ну, да. Покажи, пожалуйста, сейчас просто вот. Вот руку, посмотри. Это вот, ребят, что это? Это где ты был? Порше. Это Порше, вот, Каен, только что мы сейчас посмотрели у человека, как помыть диск. Поэтому вот так помыть автомобиль, сейчас просто подошли к человеку, я говорю, а когда вы мыли автомобиль? Да вот два дня назад, мыл, я им ключи оставил, ушел, пришел, вот он чистый стоит. Объективно, из этого я могу сделать такой вывод, что все-таки, ребят, Москва это такой город, картинка, да, ты приезжаешь, картинка красивая, блогеры приезжают, рассказывают, как все круто, потом вы приезжаете и получаете вот такую шляпу. Деньги, Blackstar нам вернул, закинул, да, закинул деньги обратно к нам на карту, зачислили, сказали, ребят, ну дайте нам еще одну попытку, но я думаю, бессмысленно, четвертый раз будет к ним еще раз ехать, что-то снимать, если объективно, уже все этим показано. В первый раз херово, второй раз, когда узнали, поняли, кто приехал, помыли хорошо, а третий раз, когда не знали, кто приедет, соответственно, помыли опять херово. То же самое Porsche Cayenne, вон сейчас, который стоял, и причем, я думаю, объективно, ну Cayenne, навряд ли супер грязный был, правильно? Скорее всего, он был не сильно грязный, тем не менее, автомобиль вот не доделанный. Вот так вот. Друзья, подписывайтесь на канал GMA Detailing, вас ждет еще много интересных видосов из Москвы в следующей моей поездке. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, я отвезу 5 автомобилей в 5 различных detailing центров Москвы, закажу 5 одинаковых услуг и посмотрю, что делают они. Ну что, погнали набирать лайки. Ставь лайк, если ты думал, что помоет хорошо, и ставь дизлайк, если знал, что помоет плохо. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!